Пенсионерка Галина Мамонова случайно стала очевидцем факта поджога в районе храма Андрея Рублева. Теперь она уверена, лес горит вовсе не случайно. Мы часто ходим с подругами, особенно ближе к вечеру, гулять в сторону церкви. И вчера вот буквально такая картина перед нами вырисовалась. Двое пацанов возраста примерно лет 12, шли они в сторонке, вроде вот от тротуара, ближе к лесу. Между собой что-то говорили и потом неожиданно вытащили коробок спичек, подожгли его. Он вспыхнул, вернее сначала бросили не его, потом он уже вспыхнул на траве. Полиция Братска продолжает работать в усиленном режиме по оперативному плану «Тайфун-2». В городе ежедневно задействовано более 100 сотрудников. Для оказания помощи в БРАС дополнительно направлены на ряды наружных служб отдельного батальона ППС, УВО, ГИБДД, отряда особого назначения области. С 29 сентября силами полиции с территории лесов и береговой территории выдворено 47 граждан и свыше 20 автомобилей. Организована также широкая разъяснительная работа, которая сводится к тому, что сотрудники наружных служб выставляются на местах подъезда к лесам, возле дорог, и проводят широкую разъяснительную работу, объясняя гражданам о недопустимости входа в лесную зону и разведения в этих местах костров. Контроль за ситуацией по линии МВД осуществляет начальник главного управления МВД России по Иркутской области, генерал-майор полиции Александр Обухов. Он находится в Братске с пятницы. Полиция задержала более 20 человек, подозреваемых в совершении поджогов. В отношении двух возбуждены уголовные дела по статье уничтожения или повреждения лесных насаждений. Сейчас следователи устанавливают степень вины подозреваемых. Задержанным может грозить до 8 милей от лишения свободы. Раиса Силина, Николай Крупченко. Новости сейчас.